Саламат Стермак, фурмит Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой очередной эфир, и темой сегодня будет подготовка к митингам 6 июля. Я, прежде чем обсуждать технические детали предстоящего митинга, хотел бы напомнить, что мы 23 июня не смогли провести митинг по всей стране, потому что власть препятствовала. Все места, которые были обозначены нами, были заплакированы властями, и наши сторонники, те, которые шли к месту проведения митинга, в большинстве своем были или задержаны, или им не дали возможность подойти к местам проведения митинга. Поэтому 6 июля мы снова начинаем проводить свой митинг за бесплатное образование. Я хотел бы напомнить лозунги нашей требований на этом митинге. Наши требования следующие. Первое. Бесплатное образование всем студентам, учащихся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, а также тем школьникам, которые сейчас завершили учебу, чтобы у них тоже была возможность получить бесплатное образование, мы требуем, чтобы правительство выделило дополнительные 500 миллионов долларов. И этих сумм достаточно, чтобы все студенты страны, абсолютно все, могли продолжить свое обучение за счет государства. Эти средства должны пойти не только в государственные учебные учреждения, но и в том числе частные. Это по желанию человека, который поступает в учебные учреждения. Соответственно, мы не вступаем в противоречие с действующей системой, когда существуют частные вузы и государственные вузы. Они все мирно сосуществуют, работают. Это никак не влияет на наше отношение к тому, что существуют частные или государственные учебные заведения. И там, и там студент имеет возможность получить свое образование бесплатно. Далее. Следующее требование. Мы требуем, чтобы студенты в среднеспециальных высших учебных заведениях получали стипендию в размере 50 тысяч тенге, при том, эта стипендия должна выплачиваться как в частных учебных учреждениях, так и в государственных. Это субсидия поддержки со стороны государства, чтобы наши студенты могли держаться на плаву, не просить денег у своих родителей. Третье требование. Мы требуем, чтобы иногородние студенты получили субсидию в размере 30 тысяч тенге на аренду жилья в период обучения. Этих средств достаточно студенту, чтобы, объединившись со своими другими товарищами, снять жилье, квартиру, и таким образом вопрос обширития, в принципе, решается. Хотел бы напомнить вам. Я вчера, в принципе, озвучивал, что эта проблема так называемых обширитий, она надуманная. Она надуманная и придуманная, потому что наше правительство не талантливое, не способное. Она работает только на Нурсултана Назарбаева. Я приводил простые расчеты, что если считать, что студентов, нуждающихся в 100 тысяч человек, а не 17,5, как утверждает правительство Нурсултана Назарбаева, 100 тысяч, во много раз больше. И в этом случае, если каждый студент получает из этих 100 тысяч, 30 тысяч тенге с субсидию, то по году расходы будут менее 100 миллионов долларов США. Эта сумма каждому человеку кажется большой. Но я хотел бы сказать, что только по этому году, за счет роста цен на сырье, на нефтепродукты и нефть, бюджет страны получает сверхдоходы, сверхзапланированных доходов от налогов и других поступлений свыше 10 миллиардов долларов США. Поэтому, если говорить о 100 миллион долларов субсидий для студентов, вы же понимаете, там десятки миллиардов долларов свободных денежных средств, поэтому эта проблема решается немедленно, мгновенно. Не нужно десятилетиями строить обжитие, мучиться. За это время целое поколение студентов проходит обучение. Это надо сделать немедленно, прямо в этом году. Я каждый раз вам напоминаю, что Насултан Назарбаев в прошлом году украл свыше 10 миллиардов долларов, залив их в свои коммерческие частные банки. В частности, Коском было залито 8 миллиардов долларов, 2,4 триллиона тенге. Затем Коском за 2 тенге был куплен Тимуром Кулебаевым. В масштабах страны, когда семья Назарбаева ворует десятки миллиардов долларов под видом поддержки своих же банков, вы понимаете, что такие вопросы, как субсидии студентам на жилье, это вообще мизерная сумма. Это реальная, мелкая сумма в масштабах страны, чтобы вы понимали, что такое 100 миллионов долларов для 100 тысяч студентов. Ничего. Эти деньги дочери Назарбаева, динары, сожжены за один вечер на свой день рождения, когда она потратила 80 миллионов долларов. И вот есть разница. Один день рождения дочери Назарбаева и 100 тысяч студентов, которые в течение одного года могут снять жилье и забыть о проблеме, что им нужно снимать жилье, где-то его искать. Родители бедные мучают, ищут средства для своих детей, когда эта проблема легко решается государством. Эта проблема не решается десятилетия, хотя средств в бюджете страны всегда было много. То есть, мы считаем, что правительство обязано выделить 30 тысяч деньги каждому студенту. Далее. Я озвучивал и сейчас хочу закрепить наши требования, чтобы они были понятны и чтобы многие из вас не говорили, что мы не слышали о требованиях демократического выбора Казахстана, которые отражают настроение и настроение нашего народа. А именно, мы говорим, что наши воспитатели дошкольных учреждений, которых 90 тысяч человек, наши учителя плюс преподаватели в среднеспециальных и высших учебных заведениях должны получать достойную зарплату. Не ту, которую сейчас в среднем наша власть озвучивает, что учителя получают 99 тысяч деньги в среднем по году. Ну, точнее, в среднем месяце. А воспитатели получают всего лишь 30-40 тысяч деньги. Наши требования, чтобы заработные платы воспитателей, учителей и преподавателей начинались от 200 тысяч деньги, от 200 до 300 тысяч деньги, в зависимости от стажа и квалификации преподавателей. Далее, также мы озвучиваем требования, чтобы вернули бесплатные обеды детям. Уже почти два года назад правительство отменило бесплатное питание для детей 1-4 класс, ссылаясь, что денег в стране нет. Это неправда. Я уже много раз озвучивал, что денег в стране много. И тот факт, что когда вы беднеете каждый год под слова Назарбаева, что в стране кризис, и как он говорит, даст Бог, может быть в 2020 станем жить лучше. Но если даст Бог. А если не даст Бог, то в 2050 году. Это собственно вы знаете его программу 2030-2050. 2030 считается, что умерло, поэтому это уже горизонты близки, и он обычно добавляет по 30 лет. Вот 20-50. Вот. Это наши требования. Также мы объявляли, хотя наши полицейские, к сожалению, еще, по-моему, не прочувствовали, мы на митинге 23 июня планировали озвучивать требования, чтобы подняли заработную плату и полицейским. Демократический выбор Казахстана опубликовала программу реформ правоохранительных органов полиции. В нем звучит следующее. Заработная плата рядового полицейского должна начинаться от тысячи долларов или порядка 340 тысяч тенге в месяц. лейтенанта от 2 тысяч долларов или от суммы 680 тысяч тенге. Это не фантастические цифры. Мы в качестве ориентира взяли такие страны, как Эстония, которая вчера была практически вместе с нами в Советском Союзе одновременно отделилась и получила независимость. Если в маленькой Эстонии, в которой нет нефти и газа и другого сырья страна позволяет и имеет возможность заплатить такие деньги, почему мы не можем это сделать в нашей богатой стране, богатой природными ресурсами, нефтью, газом, металлами, ураном и всем прочим. Таких ресурсов, как у Казахстана, в мире мало стран. Максимум наверное 10-15 стран наберется, которые сопоставимы по уровню ресурсов с Казахстаном. Поэтому если маленькая Эстония, Чехия себе позволяет и имеет возможность выплачивать полицейским такие суммы, почему мы не можем? Тем более я говорю, что эти ресурсы есть, еще никто в правительстве не смог опровергнуть, что ресурсов нет. Даже если сейчас заглянуть в официальные отчетные данные, они озвучены так, что Национальный фонд по этому году получает беспрецедентные поступления от сырьевого сектора. То есть, таким образом, подтверждая все мои слова о том, что в стране денег достаточно на любые программы. Итак, эта часть была озвучена как требование к митингу 23 июня. Теперь, 6 июля мы добавляем дополнительные требования. Я уже последние два дня озвучиваю, что за требования. Итак, демократические выборы Казахстана, проведя расчеты, озвучивает два новых требования, которые будут звучать на этом митинге. Первое. Ипотечные займы на жилье до стоимости 30 миллионов тенге будут списаны. Весь рынок ипотечных займов порядка 3 миллиардов долларов и физические лица взявшие ипотечные займы на квартиры до 30 миллионов тенге оценочны это менее 2 миллиардов долларов. Страна это может себе позволить и мы будем требовать, чтобы были списаны ипотечные займы для наших граждан. Второе. Мы будем требовать, чтобы правительство списало потребительские кредиты. Теперь я хочу объяснить еще раз, почему мы будем требовать. Кто-то говорит, что это популизм, коммунизм, вспоминает разные слова, говорят о социальной несправедливости, а если вот кто-то не взял кредит, как же так, он получается не получает помощь от правительства. Я вчера по этому поводу говорил и хочу сейчас повторить. Те, которые говорят о несправедливости социальной, они должны оглянуться назад, посмотреть в известные места это резиденции Назарбаева, посмотреть на резиденции членов его семьи, зайти в социальные сети и прочитать, что Назарбаев и члены его семьи миллиардеры, вспомнить, что Тимур Кулебаев и Динара Кулебаева только официально имеет состояние около семи миллиардов долларов. И где эта социальная справедливость? Почему люди, стоящие вверху за счет государства обогащаются? Почему эти средства не идут куда положено, а именно бюджет страны? Почему обогащается политическая верхушка? И почему те, кто говорят, что это несправедливо, когда мы списываем такие кредиты, почему они не говорят о несправедливости, несправедливости политической верхушки, которую грабят народ, а вы молчите? И эти слова, критики, недовольства не звучат в адрес Нурсултана Назарбаева и его политического окружения. Я вчера озвучивал, что мы шаг за шагом будем восстанавливать именно ту самую справедливость, которую вызывают наши критики. размер ипотечных займов около 30 миллионов тенге на жилье будет составлять всего лишь около 2 миллиардов долларов. Потребительские кредиты они выглядят в цифрах как 2,9 триллиона тенге это порядка 8,5 миллиардов долларов. При этом потребительские кредиты оформлены на население свыше 8 миллионов человек. Что такое более 8 миллионов человек? Это фактически все трудоспособное население страны. Почему мы предлагаем списать ипотечные займы определенного типа займов? Почему мы предлагаем списать потребительские кредиты? Еще в начале 2000-х годов приблизительно в пятом, шестом и далее годах но султан Назарбаев обращался к народу и говорил берите кредиты покупайте квартиры решайте свои вопросы экономика страны растет мы вошли в 50 самых развитых странах мира мы будем дальше наращивать темп развития экономики и вам всем будет хорошо формируются новые рабочие места наша национальная валюта стабильная все у нас хорошо правительство Карима Масимова тоже об этом говорила все время подталкивая вас чтобы вы участвовали в тех иных программах включая ипотечные они лгали они лгали что наша экономика процветает они вводили заблуждение всех они вводили вводили заблуждение банки банкиров они вводили заблуждение народ они два раза девальвировали национальную валюту и при этом каждый раз когда люди спрашивали будет девальвация но султан Назарбаев заявлял нет не будет девальвации Карим Масимов будущий премьер-министром дважды каждый раз заявлял не будет девальвации председатель национального банка Кайрат Килимбетов говорил не будет девальвации и когда девальвация произошла он сделал вид дурачка и сказал да я сам утром об этом узнал то есть наши высшие должностные лица обманывали свой народ девальвировали национальную валюту это все привело к тому что экономика начала падать бизнес начал сокращать рабочие места и все те кто брал вчера ипотечные займы брал потребительские кредиты полностью уверены что завтра у него будет хорошее будущее они были подставлены подставлены нашей политической верхушкой они были обмануты и поэтому мы не должны тех пострадавших людей и вообще всех тех кто попался на обещание на султана Назарбаева мы должны компенсировать им расходы силами самого государства тем более что средства эти есть и затрат их не очень много я вам скажу что все займы физическим лицам абсолютно все и потребительские кредиты и автокредитования и ипотечные займы самые разные кредиты их рынок оценивает около 5 триллионов тенге это порядка 14 миллиардов долларов но что такое 14 миллиардов долларов в масштабах нашей страны это ничего почему ничего потому что только в банке на султан Назарбаев каждый год заливается порядка 10 миллиардов долларов они там пропадают каждый год наши национальные компании приносят стране миллиарды долларов убытков потому что там сидят менеджеры султана Назарбаева его представителей они миллиардами воруют там как например Тимур Кулебаев в румынский проект купил нефтеперерабатывающие заводы с 40-х годов с 40-х годов у нас в Казахстане 70-х и 80-х годов более современный и он купил в Румынии потратив на это свыше 2 миллиардов долларов затем инвестировав большие средства на это ушло около 5 миллиардов долларов государственные компании и фактически эти деньги списаны на убыток потому что потратив такие деньги около 5 миллиардов долларов Тимур Кулебаев не может выручить даже за них и 10 процентов понимаете да то есть сидят менеджеры близкие на султан Назарбаева на государственных важных постах воруют миллиарды долларов ваших средств и затем султан Назарбаев говорит что денег нет врачам и зарплаты не можем поднять учителям не можем при этом миллиарды долларов утекает по их так называемым проектам где они крадут десятки десятки миллиардов долларов в год поэтому это ложь когда кто-то вам говорит что денег нет ложь когда говорят что за образование нужно платить что бесплатно это плохое я много раз говорю и много очевидцев это подтвердят что все ведущие страны европы имеют бесплатное образование для своих граждан и бесплатное образование даже для иностранцев когда вам рассказывают что бесплатно это плохо вас пытаются убедить что вы получаете 60-100 тысяч тенге и вы должны заплатить еще за образование должны заплатить за медицину вы должны заплатить за все получая при этом мизерные деньги а европа ведущие страны мира они имеют бесплатное и качественное образование кто-то из вас критически говорит что да у нас все плохо у нас и образование не нужно и диплом непонятно куда девать это все происходит от того что наши бедные учителя получают мизерные средства они не могут вам дать качественное образование ваши родители получают мизерные средства они не могут вам обеспечить достойное будущее, когда вы проходите курс обучения и вы вынуждены подрабатывать, искать работу, вместо того, чтобы получать нормальное обучение, вы ищете средства для проживания и пропитания и мы должны это прекратить и у страны есть такие возможности, есть даже сейчас при коррумпированном режиме султана Назарбаева когда демократический выбор Казахстана придет к власти бюджет в стране в течение двух лет как минимум удвоится, сейчас размер республиканского бюджета порядка 30 миллиардов долларов я показывал много раз как мы за 1-2 года удвоим размер бюджета, тем более, что это уже было, в 2014 году республиканский бюджет был порядка 50 миллиардов долларов сейчас с трудом набежали добрали до 30 миллиардов долларов то есть уже это было это было и деньги были бездарно потрачены поэтому, когда говорят, что денег нет когда говорят, что должно быть платным образование когда говорят, что в принципе мы не знаем откуда взять средства имейте ввиду и знайте они лгут денег в стране много поэтому мы 6 июля будем озвучивать эти требования требования списать потребительские кредиты требования списать ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге и мы так называемую социальную справедливость будем шаг за шагом восстанавливать сейчас мы требуем это через какое-то время мы будем требовать чтобы восстановили государственную медицинскую медицинские услуги чтобы она была бесплатной и это у нас так было частные пусть существуют это будет следующее требование для реализации наших требований еще раз хочу сказать средств много более того их достаточно на все социальные проекты но сегодня завтра 6 июля мы будем требовать и эти требования у нас обоснованы и нет в нем никакого популизма популизм тогда когда это невозможно реализовать популизм тогда когда наверное в этом есть элемент несправедливости здесь есть прямая справедливость и все будущие средства которым мы будем получать бюджет страны как за счет эффективного развития экономики так и за счет конфискации активов Нусултана Назарбаева и приближенных как я вам говорил что только у Нусултана Назарбаева активов минимум на 200 миллиардов долларов не считая членов его семьи и его ближайшего окружения поэтому средств в стране для развития для решения социальных проектов достаточно и еще раз запомните средств у нас много и с избытком поэтому вот круг требований которые мы будем озвучивать 6 июля 23 июня мы столкнулись со следующей проблемой мы уже говорили что 23 июня было минимум в 10 раз больше людей которые шли на митинг за бесплатное образование но власти заблокировали места сбора заранее отлавливали наших сторонников и это явилось препятствием для проведения митинга что мы сейчас будем делать дело в том что 6 июля открываются все центральные площади страны на которых будет праздноваться 20-летие Астаны на самом деле будет праздноваться конечно же не 20-летие Астаны а день рождения султана Назарбаева то есть он себе устроил праздники той за счет государственных средств когда только в Астане только в Астане они заявляют о тратах 19 миллиардов тенге но при этом не говорят что 6 миллиардов тенге плюсом потратила трав вот вам уже 25 миллиардов что миллиард тенге дал ускаме гор вот вам 26 миллиардов каждый регион каждый областной центр пожертвовали суммы от миллиарда и более с учетом того что у нас областных центров было 14 и 2 центральных города но представляете что сумма реально потраченная на этот день рождения на султана Назарбаева превышает сумму 40 миллиардов тенге во много раз больше чем 19 миллиардов то есть более 40 миллиардов тенге это в ситуации когда Назарбаев все время говорит что денег нет где нам взять денег денег много и так 6 июля открывается все площади страны и мы можем прийти туда как обычные граждане и затем развернут наши лозунги плакаты именно тогда мы озвучим наши требования и полиция не сможет нам препятствовать не сможет препятствовать как это было 23 июня далее очень важно здесь нам организоваться разные аналитики эксперты справедливо отмечают хотя я знаю что ну многие наши соратники очень сильно обиделись на такого рода аналитику но я хочу подтвердить что да действительно какие были проблемы дело в том что ну например я возьму город Алматы или Шинкент в скверах в парках сотни людей сконцентрировались и собирались обозначенное время подтянуться к месту митинга но места митинга были сначала заблокированы во вторых около мест митинга были сконцентрированы большие полицейские силы и все те кто появлялся все время массированно захватывались полицией и увозились в отделение полиции все что делала полиция в отделении они держали людей три часа с кого-то брали отпечатки пальцев или объяснительную а очень много людей было которые заявляли что они были просто отдыхающими в парке и это задержание было незаконным и через несколько часов всех отпускали и таким образом сотни людей прошли через полицейские участки как нам этого избежать 6 июля мы это сможем сделать 6 июля полицейские тогда должны задерживать все население страны которое пришло праздновать 20-летие Астаны это конечно будет смешно это нереально поэтому мы приходим 6 июля на места празднования дня города Астаны и необходимый момент мы разворачиваем наши плакаты и начинаем озвучивать наши требования поэтому митинг неизбежно произойдет в этой связи я обращаюсь к активистам к нашим сторонникам нам нужны люди которые первыми сделают шаг развернут плакаты начнут озвучивать лозунги и тогда они вокруг себя сформируют большую массу сторонников и тех кто будет требовать бесплатное образование требовать повышения заработных плат для учителей или полицейских или все те кто будут требовать чтобы им списали потребительские кредиты ипотечные займы таких людей должно быть много но всегда в любом деле нужны активисты которые сделают свой первый шаг в этой связи я обращаюсь к вам уважаемые сторонники те которые имеют свои ячейки ячейки демократической выборы Казахстана это все те кто завтра будет управлять протестными массами все те кто обеспечит порядок все те кто будут управлять протестными настроениями массами и все те кто в будущем будет являться лидерами страны руководители чеек его члены я еще раз хочу повторить это те кто завтра заменит действующую политическую верхушку на всех уровнях власти я много раз объяснял что такое ячейка но сейчас я думаю есть смысл несколько слов об этом сказать когда кто-то говорит что ячейки будут в количестве 100 человек это заблуждение я объяснял что ячейка состоит из доверенных лиц всех тех кто друг друга знает доверяет и таких как правило не бывает много обычно ячейки могут быть не более 5 человек это близкие друзья родственники это все те кому вы доверяете и знаете что вас не сдадут и тогда эти руководители члены ячеек приходят места проведения митингов и они разворачивают лозунги плакаты и все прочее и начинает выступать и сразу к ним подтягивается масса и мы таким образом сумеем провести организованно митинги эти ячейки общаются только со штабом демократического выбора Казахстана вы прекрасно знаете что в наших чатах ДВК где более 200 тысяч человек это в региональных чатах 5 в центральном чате активист ДВК много представителей комитета национальной безопасности которые сидят среди нас комментируют пытаются пытаются вести хаос запутать нас и все прочее и поэтому мы вам говорим что ячейки не должны контактировать между собой ячейки должны контактировать только со штабом мы сегодня создаем специальный аккаунт в Телеграм он будет называться штаб просто штаб это к этому аккаунту буду иметь доступ я и представители штаба те которые организовывают митинги по всей стране мы просим вас писать именно индивидуально в этот аккаунт ваше сообщение будем видеть только мы никто другой не будет это не группа это персональный аккаунт в котором идет общение в виде голосовых сообщений или в виде смс прошу вас не писать в режиме секретного чата в секретном режиме писать просто в личку таким образом мы устанавливаем контакт не я один потому что я один не справлюсь активистов тысячи и тысячи по всей стране я прошу вас не требовать чтобы лично я отвечал или там реагировал на ваши сообщения обычно первые всегда идут сообщения представьте у нас в чате 200 тысяч человек и эти 200 тысяч человек пишут мне и говорят салам Мухтар и обижаются что Мухтар на этот салам не отвечает поэтому мы будем вести деловые разговоры деловые разговоры только по нашим делам по нашим делам связаны с деятельностью демократического выбора Казахстана сегодня вы увидите сегодня вы увидите в чате ДВК аккаунт штаб и через этот аккаунт мы будем с вами переписываться и активисты и члены этих ячеек общаясь только с нами получат информацию как действовать по всей стране еще раз я хочу озвучить свою просьбу присылать информацию как будет организованы мероприятия по всем городам и мы постараемся в кратчайшие сроки обозначить место где мы проводим акцию и время и так я сейчас завершаю свой эфир я знаю что у вас сейчас технические проблемы что нас регулярно включает выключает и так далее но я буду ежедневно это озвучивать ежедневно говорить о наших планах еще раз сегодня в чате ДВК в 21 часов я более подробно расскажу о ячейках это же будет сразу звучать в ютюбе на фейсбуке по всем социальным сетям просто сейчас я все это озвучиваю на видео до встречи сегодня в 21 часов по Астане в чате активист ДВК до встречи до вечера до встречи